Игры студии Don't Not Entertainment славятся тем, что если вы сели играть в одну из них, то уже не сможете оторваться, пока не пройдете до конца. В такую же историю вляпался и я, поэтому продолжаю проходить для вас игру Captain Spirit на 100%, это уже третья часть. И она у нас начинается с немного грустной картины, папа выпил слишком много и, к сожалению, отрубился. Не станем пока его будить. Терпеть не могу, когда он такой. Посмотрите, кстати, как отражается пламя огня на шлеме нашего героя. Даже, даже это предусмотрено. Очень классно. Да, не станем пока его будить и пока он спит, я думаю, мы с вами исследуем тихонько его комнату. Это отличная возможность. Реплика не изменилась о спиртном. На всякий случай я проверил после того, как он полностью вырубился. Но давайте пройдем в папину комнату. Посмотрим, что ждет нас здесь. На прикроватной тумбочке сразу видны еще банки от пива. Серьезно, он закладывает, конечно. Очень жаль папу. Действительно хочется ему помочь. Я рад, что папа сохранил мамины духи. Они пахнут прямо как она. Я рад, что папа сохранил мамины духи. Они пахнут прямо как она. Интересное суждение ребенка, что духи пахнут так, как мама. Но вообще, прекрасная девушка или женщина должна пахнуть прекрасней всех духов мира. Запах всех любых заморских духов сразу станет фальшивым перед природным ароматом девушки хорошей или женщины. Я должен исследовать мир, не выдавая себя. Так, рисунок. Да, рисунок отстойный, но круто, что папа его здесь повесил. Я видел лампу, сейчас посмотрю сначала здесь, друзья. Папа с мамой всегда клали меня рядом с собой, когда мне было страшно. Подушка сейчас уже одна. Кровать без мамы стала для папы холодной, чужой. Вот он и спит там в гостиной, прямо на кресле. Эх, высоковато. Мне не дотянуться. Так, а что с камерой произошло? Стул можно передвинуть, чтобы дотянуться. Сигареты. Если начну курить в крепости, нарушу кодекс супергероя. Так, и все-таки одно украдем. Да что с камерой происходит после диалогов-то? Не для того, чтобы курить. Папа любит свои раковые палочки. Фу, интересно, какие они на вкус. Ну что? Чтобы ваш ребенок никогда не трогал сигарету, лучше всего даже самому. Никогда при нем ее не трогать. А ложить на подоконник и говорить, что не смей. Я тебе по рукам надаю. Если увижу, просто заставлю сожрать целую пачку. Как правило, не работает. Потому что я уже говорил, что пример личный, и это самый главный учитель. Надеюсь, я к ним не привыкну. Надеюсь, ты вообще никогда ими не будешь увлекаться. Да, слушайте, я не знаю, может быть, перезапустить игру с камерой, и происходит что-то сранное. После каждого... Не сранное, а странное. После каждого диалога она куда-то скачет. Раньше такого не было. Папа так сильно злился на полицейских. 10 апреля 2015 года. Уважаемый капитан Ли, поскольку вы не отвечаете на мои звонки и письма по электронной почте, я направляю вам это обычное письмо, чтобы показать, насколько я больше уделяю вниманию расследованию этого дела, чем вы и все управление полиции. Защита граждан и налогоплательщиков – ваша прямая обязанность. Я буду писать вам до тех пор, пока не получу ответа. С уважением, Чарльз Эриксон. Отлично, что он заставляет службы работать таким образом. Я помню, как папа долго кричал на кого-то по телефону. 28 сентября 2016 года. Уважаемый Чарльз Эриксон, Я понимаю, как нелегко вам пришлось в последние годы, но боюсь, я исчерпал все доступные ресурсы, расследуя это сложное дело. Если вы хотите обсудить данный вопрос, не прибегая к новым гневным посланиям, я всегда готов вас принять. Принимая во внимание все обстоятельства, я выставлю вам счет только за один месяц работы. С уважением, Мик Коллингс, частные сыщики. Так, друзья. Далее. Ого, папа написал кучу писем. 20 января 2015 года. Уважаемый мистер Эриксон, с сожалением сообщаем вам, что данные камер наблюдения, установленных на Астероид Драйв и Мейнл Стрит, не раскрываются частным лицам, за исключением случаев, когда этого требуют местные или федеральные органы следствия. Надеемся, что местные органы полиции штата Орегон смогут оказать вам дальнейшую помощь. С уважением, Барби Бракамонте, офицер по контролю за дорогами штата. Может быть, мама погибла в автомобильной катастрофе? Интересно было изучить эти письма. Папа хранит их так, чтобы нам было сложно их достать. Тем не менее, конечно, мы их достали. Пластинка. Надеюсь, это не разбудит папу и не разозлит. Потрескивание винила. Это... Такой особенный шарм. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 У меня непростая работа, и я знаю, что тебя это напрягает, поэтому я хочу активнее участвовать в твоей жизни. Мне не нравится, что ты грустишь, ведь ты делаешь меня счастливой. Я до сих пор жду, когда ты познакомишь меня со своим сыном, и мне кажется, что тебе за меня стыдно. Не злись. Надеюсь, что я не права, но твои слова задевают меня за живое. Ты мне очень дорог, и я просто хотела все объяснить, чтобы ты понял. Я думаю о нас с тобой, и надеюсь, ты поймешь, что я обращаюсь к тебе с любовью. Твоя крошка-то танцовщица Аудра. Вот такое письмо от девушки, которая, возможно, сейчас может появиться в этом доме, но видно, что папе тяжело, он пока не торопится. Ого, у папы были поклонники еще когда он играл в баскетбол, да? Уважаемый Чарльз Эриксон, мне 12 лет, и я хочу стать профессиональным баскетболистом. Мои родители водят меня на все ваши матчи. Вы отлично играете. Последний матч был самым лучшим из всех, что я видел. Надеюсь, вас возьмут в команду НБА. Спасибо, жду вашего следующего матча. Тодд Хэммл. Жутковато. Алкоголь мешает вам жить? Вы не одиноки. Мы поможем. Обращайтесь в избавление от алкоголизма. Действует система скидок. Хорошо, что папа пытается бороться с этим пристрастием, но... Значит, мы переехали, потому что папа не мог расплатиться за дом? Стой. 12 июня 2015 года. Уважаемый господин и госпожа Эриксон. Согласно нашим данным, вы просрочили третью выплату по закладной, несмотря на неоднократные отсрочки и данные вами заверения. Мы стараемся войти в ваше положение каждого домовладельца, и, как нам кажется, мы проявили большую щедрость, сдвинув сроки платежа несколько раз. Если вы не погасите задолженность по закладной до указанной даты, мы будем вынуждены лишить вас права собственности. Надеемся на скорейшее решение этой проблемы. Всего наилучшего. Клэмп Пропертис. Папу уволили? Значит, вот когда он начал работать на железной дороге. Управление школьного округа. Уважаемый тренер Эриксон. Мы с уважением относимся к вашим заслугам или целеустремленности, но вы уже несколько раз получали выговоры за агрессивное поведение. В связи с недавним инцидентом с пивными банками в бассейне после закрытия школы, мы вынуждены немедленно расторгнуть с вами договор. Мы сожалеем о сложившейся ситуации, но полагаю, вы понимаете, что безопасность учащихся для нас важнее всего. Мы прилагаем к этому письму буклет с информацией о ресурсах, посвященных алкогольной зависимости, и желаем вам успехов. С уважением. Менгум, глава округа Санни Крик. Проблема алкоголя гораздо более острее стоит, чем изначально мне показалось. Прочитав это все, конечно же, наш капитан не мог не волноваться за своего папу, но папа у него остался один, и беззаветная любовь к нему помогала прощать, и также давала надежду, что папа переборет в себе алкогольную зависимость. Ничего ли я тут не пропустил, друзья? В этом ящике у нас было много, да? Вау, я не знаю, когда он играл в айскуле. Ну, вроде посмотрел все. Как же интересно, слушайте. В этой части нам довелось, а если просто лечь, почитать так много, но это и пролило свет на многие вопросы, которые у меня, например, копились. Возможно, мы сюда еще вернемся, но пока покидаем папину комнату. Думаю, мы можем посмотреть теперь в ванную. Зеркало. Взять интервью. Так. Урок повышения харизмы. В эфире... Да, сегодня у нас в гостях самый крутой супергерой планеты. Капитан Призрак. Привет, Бивер Крик. Привет, Бивер Крик. Капитан Призрак, расскажите, когда вы разгромите Монтроида. Монтроид задира и трус. Пусть драпает, но ему не скрыться. Мы узнали о том, что он собирает отряд суперзлодеев. Что бы вы хотели им сказать? Монтроид никогда не добьется победы. Я найду его и уничтожу. Да, именно на это мы и надеемся, город. Это мой долг. Именно за это мы вас и любим. Расскажите нам о ваших супергероях. Мои главные герои, мои родители. Они наверняка рады такое слышать. Можете рассказать, откуда у вас взялись эти удивительные способности? Нет. Ладно, что бы вы хотели сказать вашим поклонникам на прощание? Будьте хорошими и всегда сражайтесь на старания добра. Капитан Призрак, спасибо вам за все. А мы переходим к новостям WHERQ. Крутяк. Я не могу сражаться с Монтроидом, пока не доделаю свой костюм. О, горячая вода. Ура, я победил. Интересно, когда я начну бриться? Супергерои ведь бреются? Не всегда. Супергерои шейвы? Даже не верится, что папа мне разрешил наклеить их тут. Может, они ему тоже понравились? Это классно. Я не верю, что папа позволит мне поставить эти стикеры здесь. Может, он тоже любит? Да, наверное, после серии тоже пойду. Наклею наклейки на туалет. Надеюсь... Хозяин. Сдающий мне жилье в аренду. Так же их одобрит, как и я. Люди, не волнуйтесь, капитан Призрак защитит вас. Надоест? Никогда. Красавчик Хот-Дог-Мэн, одинокий и забытый. Неужели это конец истории Хот-Дог-Мэна? Круто комиксы. О, классный выпуск. Бип-бип. Мы видим, как Хот-Дог-Мэн грустил, одиноко где-то у шоссе. Шел проливной дождь. Брызги из-под машин плевали ему прямо в лицо, но никто даже не хотел остановиться и подвезти его. Жизнь несправедлива. Ему стало так грустно, так печально, а на голову лил такой холодный дождь, что Хот-Дог-Мэн заплакал. И вдруг внезапно останавливается желтая машина, а в ней Хот-Дог-Вумен, наверное. Да, наш герой просто не ощущал себя от счастья. Запрыгнув на заднее сидение, они умчались вперед к своему счастью. Бип-бип. О, да тут есть продолжение. Эх. А-ха-ха. А. О, нет, только не он. Я раздавлю тебя, как арахис. Все кончено. Погоди. Так, ты тоже горчица. Я люблю горчицу. Ух, как я тебя отведаю. Значит, это была горчица. Ого. Тут какой, посмотрите, им противостоял дядька. Что это, роды у горчицы? Или она просто села так? Так, эту часть, ребят, додумайте, пожалуйста, сами. Можете писать в комментариях. Подводная лодка. Сегодня мы погружаться не будем, Немо. Выглядит очень клево. Я даже себе такую захотел. Я бы и сейчас такой плавал. Так. А что у нас тут надо сделать? В костюме не написано. Теперь я могу сделать костюм капитана призрака. Думаю, у нас есть все, что мне нужно. Не написано подробно. Тут просто всякие такие вещи, которые могут в этом деле помочь. Так, ну что же, друзья. Отстой? Нет. А вот и нет. Думаю, вы также скажете об этой серии, досмотрев ее сейчас. И встретимся с вами уже очень скоро, в четвертой части стопроцентного прохождения игры Captain Spirit. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok